МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в среду 30 мая. В студии работает Андрей Теннет о куротках главных событиях. В ноябре нынешнего года будет полностью завершен ремонт автодороги Караганда-Тимиртау. В областном Акимате обсудили ремонт и содержание автомобильных дорог республиканского значения. Получить бесплатное образование в IT-сфере предлагает областной филиал партии Нур-Атан. В Караганде открылись классы по подготовке IT-специалистов среди безработных и самозанятых граждан. Депутат парламента Нурлан Дулатбеков предлагает включить территорию Мамочкиного кладбища как место скорби и трагедии в единый мемориальный комплекс знаковых мест. В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий он организовал субботник. А теперь подробнее об этих и других событиях. Главный государственный санитарный врач Казахстана Жан-Арбек Бекшин прокомментировал массовое отравление в Караганде. В настоящее время предпринимаются меры, а ситуация, по словам санврача, находится под контролем. Жан-Арбек Бекшин отметил, что в ходе расследования установлены грубые нарушения. Организаторы застолья купили кремовые пирожные, которые хранились пять суток без холода. Кроме того, на срезе мясо было зеленоватое и имело неприятный запах. В результате отравления 20 человек были госпитализированы, в том числе и дети. Главный санитарный врач отметил, что сегодня у всех больных состояние удовлетворительное. В минувший вторник на парковке одного из торговых домов Караганды житель города Актас, закрывшись в автомашине, угрожал совершить самоподжог. В ходе выяснения обстоятельств мужчина пояснил свой поступок тем, что накануне он пострадал в результате ДТП. Виновник пообещал выплатить ему деньги в качестве компенсации нанесенного ущерба. Однако на следующий день отключил телефон. Поэтому пострадавший пошел на крайние меры. На данный момент участники происшествия не имеют друг к другу претензии. Виновник ДТП возместил ущерб потерпевшему. Стоит отметить, что факт дорожно-транспортного происшествия в органах полиции не зарегистрировано, так как заявление не поступало от обеих сторон. И к другим новостям. Более 26 миллиардов тенге выделено в нынешнем году на реконструкцию и ремонты автомобильных дорог республиканского значения. Ремонтными работами будут охвачены участки общей протяженностью около 440 километров. Об этом на аппаратном совещании в Акимате области сообщил директор карагандинского филиала Казавтожол Канад Шаймин. В ноябре планируется завершить реконструкцию автодороги Караганда-Тимиртау с переводом четырехполосной проезжей части на шестиполосную с бетонным покрытием. Проект реализуется по программе Нурлы-Жол. Работы были начаты в марте 2017 года. В текущем году будет завершена реконструкция участка Тимиртау-Караганды в протяженности 15 километров в четырех транспортных развязках, кар-шоссе, дорожный материал, Тимиртау-Свик-Кольцо, Причахтинское кольцо и однопутного железнодорожного путепровода. Срок издачи 1 ноября текущего года. В этом году также планируется запустить в тестовом режиме платный участок Анар-Тимиртау протяженностью 93 километра. Аппаратно-программный комплекс включает в себя три контрольные арки и пункт взимания платы, расположенный вблизи Актаусской транспортной развязки. Кроме того, ведутся работы по реконструкции северного и восточного обходов Караганды. Их общая протяженность составляет более 48 километров. Для реконструкции данных обходов подрядные организации разместили свои производственные базы вблизи поселка Компанейск, город Караганда, на территории города Караганды. И село Штубе, Бухаржаловского района. Это подрядная организация Туос-Синий медострой. А вблизи села Трудовое базируется производственная база, мостостроительный отряд номер 25 Харжаловского района. Средним ремонтом в области будет охвачено свыше 300 километров автодорог республиканского значения и четыре водопропускных трубы. Дополнительно в план работы этого года включен средний ремонт двух участков дороги Жасказган-Козелорда протяженностью 20 километров. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганду прибыл один из авторов государственного герба Жандарбек Малибеков. Известный архитектор принял участие в семинаре, посвященном пропаганде государственных символов. Мероприятие было организовано в рамках программы Рухани Жангару. 4 июня в республике празднуется День государственных символов. В преддверии праздника был организован семинар на тему формы и методы пропаганды государственных символов. Главным спикером мероприятия выступил автор герба, известный архитектор Жандарбек Малибеков. Герб, ставший символом суверенитета Казахстана, был утвержден в далеком 1992 году. Его автор Жандарбек Малибеков считает, что в воспитании, любви к Отечеству и ее истории велика роль государственных символов. Он уверен, что в первую очередь пропагандировать государственные символы нужно среди подрастающего поколения. Знать герба, знать и изучать. Его надо полностью познавать, осознать и пропагандировать для подрастающего поколения. Создание герба – сложная многоуровневая система. Имеются свои пропорции и стандарты, от которых зависит эстетическое восприятие герба. Новый национальный стандарт герба вступил в силу в 2017 году. Его разработка заняла пять лет. В зависимости от стандарта варьируются и технологии изготовления изделия. Мы, как производственники, имеем технологию по созданию герба. В частности, раньше была технология брельефного литья. Это делалась форма, заливалась композитная смола и получался отпечаток этого герба. Сейчас мы вышли на другой уровень. То есть используются пресс-формы. И герб, в общем-то, это идет отпечаток с пресс-формой. То есть делается из пластика. В ходе семинара участники обсудили формы и методы пропаганды государственных символов. Гости сошлись во мнении о том, что государственные символы являются предметами национальной гордости. А потому нуждаются в активной пропаганде среди населения. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Карагандинском государственном университете имени Букетова состоялась презентация 18 новых учебников. Книги получены в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». Стратегическая программа «Рухани Жангару». Библиотечный фонд ВУЗа пополнился 18 наименованиями мировых учебников, переведенных на казахский язык. Это экономикс, менеджмент, введение в языкознаний и многое другое. Всего 4000 экземпляров. На презентации преподаватели университета рассказали об особенностях этих книг. О тех новых возможностях, которые получили студенты, магистранты и докторанты. «Впервые в истории нашей страны на государственный язык переведены учебники ведущих университетов мира. И к чести казахстанских авторов нужно сказать, что они переведены на государственный язык в сотрудничестве с авторами этих учебников, авторами которых являются ученые Англии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. И, конечно же, мы намерены их всех внедрить в учебный процесс с 1 сентября 2018 года». Книги сразу же поступили в отдел комплектования и научной обработки литературы в библиотеке университета, после чего будут переданы в сектор обслуживания. Студенты получили уникальную возможность изучать интересные и сложные курсы на казахском языке. «Благодаря проекту «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» мы будем изучать эти курсы на родном языке. В числе новых книг есть менеджмент и предпринимательство, теория, процесс, практика, а также экономикс – самый популярный учебник в вузах США. Эти книги дают хорошую экономическую базу». Идея сделать доступной лучшую литературу мира на казахском языке принадлежит Нурсултану Назарбаеву. 12 апреля прошлого года он представил программную статью «Болашака Багдар Рухани Жангру», в которую в качестве одного из проектов модернизации вошла идея о переводе лучших мировых учебников и книг на казахский язык. Спустя ровно год Национальное бюро переводов отчиталось об издании первых учебников. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Получить бесплатное образование в IT-сфере предлагает областной филиал партии «Нуратан». Начиная с этого месяца у безработных и самозанятых карагандинцев появилась возможность повысить цифровую грамотность. Эта инициатива реализуется в рамках проекта «Подготовка IT-специалистов» партии «Нуратан» и палаты предпринимателей «Атамикен». По словам организаторов, самое главное – у участников проекта должен быть высокий интерес к знаниям. За партами первые 27 студентов. Это безработные и самозанятые карагандинцы. Они первые, кто изъявил желание обучиться по востребованным сегодня специальностям. Программист, вебмастер веб-дизайн и системный администратор. Среди них Лариса Семерич. Она считает, что такие курсы, безусловно, необходимы. Будущие компьютеры и за будущим – это все. То есть человек сам предоставляет себе возможность обучаться и расти. Начать свое дело, помогать, опять же, образованию, в плане того, чтобы люди понимали больше, шли много со временем. Специальный класс по подготовке IT-специалистов открыт по инициативе областного филиала партии «Нуратан» совместно с палатой предпринимателей «Атамикен». Эти курсы стали реальным воплощением новых партийных проектов, принятых совсем недавно. В республике Казахстан планируется в целом по стране партии в рамках инициативных проектов планируется открыть 20 IT-центров. До конца 2020 года планируется открыть в целом 110 таких IT-центров по подготовке именно IT-специалистов. Вы знаете, что IT-специалисты очень востребованы не только как специалисты для колледжей, для вузов, но и еще на крупных предприятиях. Подготовка специалистов в области компьютерных технологий проходит в три этапа – на уровне колледжей, на уровне вузов и третий этап – подготовка на уровне крупных IT-компаний. В областном филиале партии особо отмечают, что четырехмесячное обучение бесплатное. Кроме того, в Нуратане намерены довести показатель трудоустройства до 100%. «Поэтому мы здесь ставим задачу как можно больше через центры занятости в рамках продуктивной занятости массового предпринимательства программы как можно больше информировать безработные самозанятые молодежи, чтобы они пошли и обучались этим специальностям. Тем более, они получают сертификаты и дальнейшее трудоустройство». Организацией работы этого класса занимается компания «Санософт». Фирма специализируется на разработке программного обеспечения в сфере прикладной лингвистики, медицине, финансовой сфере и образования. Учебный центр обладает необходимыми ресурсами, в частности, техническим оснащением. В областном филиале партии также отмечают, что, учитывая особенности специализации, при наборе в группы упор делается на молодежь, как наиболее восприимчивую к новым знаниям. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде продолжается визит специальной мониторинговой группы при Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции. На площадке региональной службы коммуникации состоялась встреча столичных гостей с журналистами. На брифинге обсуждались эффективные меры по борьбе с коррупцией и формированию антикоррупционного мировоззрения у населения. Коррупция – негативный фактор развития экономики, государственного управления и общества в целом. Специалисты утверждают, что четко спланированные действия позволят предупредить коррупционные риски и воспитать у населения нулевую терпимость к любым проявлениям коррупции. Члены специальной мониторинговой группы также ответили, что в этой работе значимую роль играет само население и подчеркнули, что всегда готовы выслушать обращения людей. У нас еще есть в Астане офис, вы можете обращаться по этим поводам. Если у вас какие-то вопросы есть, звонить по телефону. Все наши члены, они в фейсбуке, в социальных сетях представлены. И мы всегда открыты и доступны для вас. Специальная мониторинговая группа на протяжении последних трех лет везет активную работу по реализации антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы. Однако, по словам членов мониторинговой группы, несмотря на проделанную работу, количество фактов коррупции по-прежнему велико. Директор департамента по связям с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам госслужбы и противодействию коррупции Арман Бердалин назвал самые коррумпированные сферы. Мы мониторим все области Казахстана и пришли к выводу, что самые коррумпированные сферы – это управление внутренних дел, здравоохранение, образование и строительство. Чтобы победить коррупцию, мы должны объединить усилия. К сожалению, доля казахстанцев, равнодушных коррупцией, очень высока. В ходе своей поездки члены специальной мониторинговой группы решили встретиться и с предпринимателями Караганды, так как коррупция не обходит стороной и сферу бизнеса. В отношении бизнеса, конечно, все это госорганы с бизнесом связаны. Это договора, это соглашения, это какие-то там льготы, там земля, там электроэнергия, вода, где-то что-то. Они всегда связаны с этим вопросом. И такие данные. Стоит отметить, что после Караганды специальная мониторинговая группа отправится в Алматинскую область. Рабочий визит мониторинговой группы нацелен на разъяснение антикоррупционной стратегии Казахстана на 2015-2025 годы. Члены группы призывают население занять активную гражданскую позицию, чтобы совместными усилиями уменьшить коррупционные риски. Еще одной диалоговой площадкой по вопросам борьбы с коррупцией стал круглый стол, за которым собрались члены специальной мониторинговой группы Ассамблеи народа Казахстана и представители общественных объединений. На мероприятии обсудили вопросы реализации антикоррупционной стратегии. В мировом рейтинге восприятия коррупции Казахстан расположился на 122-й строчке, улучшив показательно 9 позиций и 2 балла. Это позволило Казахстану покинуть ряд самых коррумпированных стран мира. Конечно, это не самое лучшее место, но тем не менее мы можем уже с гордостью сказать, что Казахстан вышел из числа самых коррумпированных стран мира. Соответственно, мы сейчас теперь ставим и другие цели, уже войти в 100 этих стран мира. А войти мы можем только вместе в лице одного госоргана, именно Агентства по делам Государственной службы против действия коррупции. Конечно, мы ничего не добьемся. Для этого, как глава государства сказал, все слои населения должны активно принимать участие. Соответственно, и, наверное, была создана вот эта специальная мониторинговая группа. Как отметил глава департамента Жандос Арсенов, бороться с коррупцией нужно единым фронтом. Так считают и представители этнокультурных объединений. Члены Ассамблеи народа Казахстана приняли активное участие в информационной работе Департамента Агентства по делам Госслужбы и противодействию коррупции, записав более 20 видеообращений на антикоррупционную тематику. Не менее активной гражданской позиции придерживаются студенты и преподаватели вузов. На их базе осуществляются проекты, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения молодого поколения. По инициативе агентства на всех уровнях системы образования введены специально программы воспитания, формирующие антикоррупционное мировоззрение, поведение и повышающий уровень правовой культуры. Они послужили созданию таких информационно-образовательных проектов под эгидой «Антивзятка от вуза к вузу, а долбол от двери к двери». Всего в антикоррупционных проектах в сфере образования задействовано более 4,5 миллионов человек или четверть населения страны. Среди них как учащиеся в школах и их родители, так и преподаватели, профессора и ученые. Члены специально-мониторинговой группы подчеркнули, что данный круглый стол стал отличной площадкой для обмена идеями и обсуждения антикоррупционной стратегии. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Активисты Караганды организовали субботник на Мамочкином кладбище. В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий студенты Академии Балашак под началом депутата-мажелиса Нурлана Даулитбекова очистили территорию мемориального комплекса от мусора, огородили забором, а также посадили деревья. На субботнике побывала и наша съемочная группа. Страницы нашей истории хранят воспоминания о десятках тысяч узниках исправительно-трудовых лагерей. Один из них действовал на территории Карагандинской области вплоть до 1959 года. Словещие наследие Карлага – это мамочкино кладбище. Здесь хоронили детей, которые умирали от истощения и болезни. У их изнеможенных работ и матерей зачастую не было грудного молока. Родители не сосвобождали от работы всего за две недели до родов. После родов приводили два-три раза в день в так называемый мамкин дом или деткомбинат накормления грудничков. В таких суровых условиях выживали немногие. По истечению времени кладбищу присвоили статус мемориального комплекса. С тех пор сюда стекаются толпы людей со всего Казахстана, приводя школьников на экскурсии, чтобы рассказать о невинных жертвах политического террора. В канун Дня памяти жертв политических репрессий, местные жители, а также студенты и преподаватели карагандинских вузов, под началом депутата Мажелиса Нурлана Дулатбекова, решили организовать субботник и облагородить территорию кладбища. Мы хотим построить здесь большой мемориальный комплекс, потянуть к этому делу предпринимателей, представителей власти и всех неравнодушных граждан. Мы не должны забывать о таких местах, как мамочки на кладбище. Если раньше это место посещали 3000 людей, то сейчас на экскурсии приезжают более 25 тысяч граждан. Если мы возведем исторический комплекс, то сможем устраивать множество мероприятий, посвященных памяти жертв политических репрессий. Для Нурлана Дулатбекова данное мероприятие имеет особое значение. Усилиями бывшего ректора Академии Булашак был открыт научно-просветительский центр, который занимается изучением истории исправительно-трудовых лагерей. В рамках работы данного центра были опубликованы труды, посвященные памяти жертв политических репрессий. Этот центр был создан по инициативе Нурлана Дулатбекова. За эти годы мы опубликовали множество значимых трудов, их более 20. Мы собирали сведения о Карлаге из многих архивов. Мы приезжаем сюда не первый год. Этот субботник был организован в канун Дня памяти жертв политических репрессий. К этой дате мы планируем облагородить территорию. Такие субботники мы проводим каждый год. За последние годы мамочкино кладбище не раз подвергалось атакам вандалов. Неизвестные разворовали кресты, чтобы сдать их в пункты приема металла. Во время субботника активисты очистили кладбище от мусора, посадили деревья, а также огородили территорию забором. Последнее послужит пусть и не защитой, но напоминанием вандалам о том, что в столь священной земле покоятся тысячи невинных младенцев, рожденных в Карлаге. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин